Сложная зима и шубая весна, мы с вами с тем, что как бы нам пришелся баланс и вооборот. Мы с этим смирились, но мы с этим не будем. Сейчас Академия на УКДС, мы обязательно закончим эту работу буквально до начала по всему моему зиму и дадим рекомендации, какие культуры желательно, учитывая изменения культуры, желательно выращивать для того, чтобы минимизировать природные риски. Каким зерном, очень важно зависеть от того, каким зерном, сроки проведения, рекомендации, удобрения. Мы же видим здесь вот на предприятиях, на предприятиях выращивания овощей, что бывает от рекомендаций и от качества семян. Это забыла ко всему урожаю. То есть вот здесь мы над этим работаем. И я думаю, что совместно с администрацией, совместно с нашей наукой, с министерством и с производителем мы сможем противостоять уже этим вызовам природно-климатическим. Мы видим, что сегодня климат, буквально за 25 лет, в стране у нас температура на 2 градуса добавилась. Мы видим, что такие культуры, как сахарная свекла с юга, отошла на 100 километров на север. Мы видим, что соя идет в центр. Это говорит о том, что климат подтеплен. И очень важно это орошение. Вот сегодня для нас, вчера мы с премьер-министром были в Херсонской области, он поставил задачу вопрос номер один. Это возобновление системы орошения. И системы возобновления путем удешевления затрат на воду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!